Всем привет! Вчера было православное Рождество, мы целый день просидели дома, я вообще никуда не выходила. Муж с Русланом вышли вечером, немножко поминали на улице. Вот, сегодня я уже просто не смогла второй день сидеть дома, поэтому к полчетвертого мы наконец-то выбрались. Думаю съездить куда-нибудь в светофор, сделать обзор, потому что уже давно не была. Да, взяли с собой хлеб, там у нас завалялся дома, мы, может быть, где-нибудь поищем уток, покормим, хотя, в принципе, мороз, там у нас есть недалеко озеро от нас, но оно такое же, наверное, будет замерзшее, не знаю, будут там утки или нет, но, в общем, поищем. Если найдем, то покормим, и, может быть, еще куда-нибудь съездим, думали какую-нибудь культурно-массовую программу себе. Мы улетели в теплые края. Да, думали какую-нибудь культурно-массовую программу на сегодня себе организовать, но, в общем, поздно мы их похватились. Если что-то и работает, то до пяти часов только, сейчас уже полчетвертого. Ну, короче, мне кажется, что уток здесь нет. Все замерзшее. Я тебе, Руслан, могу свои дать. На улице очень холодно, на самом деле. Ой, там дети какие-то катаются с горы на лед. Да, погодка сегодня нелетная. Мы уже вернулись домой, сейчас вам покажу покупки с магазина светофор. И первое, что мы купили, это наша постоянная покупка. Вот такой вот наполнитель древесный для кошачьего туалета. 4 рубля 32 копейки за 7 килограмм. Ну и дальше показываю вам из светофора покупки. Это бумажное полотенце Ова. 3 рубля 90 копеек. Два рулона вот таких вот полотенец. Дальше лавровый лист. 30 грамм 73 копейки. Туалетная бумага Клинекс. 7 рублей 46 копеек. Здесь у нас 12 двухслойных рулонов. Дальше вот такие вот бисквитные пирожные Snow Max. 4 рубля 42 копейки. Соломка. Даже часто покупаю. В этот раз взяла ягодный микс. 25 штук. Для молока вот здесь такая соломка. 25 штук. 6 рублей 78 копеек. Наконец-то в наличии был именно ягодный микс. Его было очень мало. В основном фруктовый. Я раньше покупала фруктовый. Но кто-то в отзывах написал, что ягодный вкуснее. Наконец-то я его увидела. И тоже будем пробовать. Дальше вот такие вот полотенца. Две штуки купила по 6 рублей 26 копеек. Здесь у нас размер 50 на 90. Я их купила для ног. Потому что у нас в ванной нет коврика. И после приема в ванной мы обычно кидаем полотенце какое-то на пол. Для того, чтобы не было мокрое. У нас будет еще плюс 2 таких вот полотенца. Именно на пол. Дальше бутылочка для воды. 4 рубля 13 копеек. Вторая уже у нас такая же. Из светофора у Руслана. И дрожжеморские камешки. 3 рубля 96 копеек. От красного печеника. Я их уже тут открыла и попробовала. Здесь у нас 500 грамм. Кстати, камешки на мой вкус не такие, как в детстве. Не знаю, очень много этой глазури. Практически не чувствуется внутри изюм. Поэтому мне они как-то не очень понравились. Или что-то изменилось. Или мой вкус изменился. Но какие-то они не такие. И дальше заходили в какой-то универсал славянский. Честно говоря, первый раз там была. Купили молоко полтора процента. Савушки на 1 рубль 75 копеек. Арахис 2 рубля 55 копеек. Чипсы вот такие вот Just Routel с сыром и перцем 2 рубля 99 копеек. Стоит упаковка. Дальше. Йогурты Super Kit по 1 рублю 74 копейки каждые. Сосиски и берлинки 3 рубля 85 копеек. Очень нравятся. Хотя не очень хороший состав. Но они очень-очень вкусные. Когда вижу, всегда их беру. Хотя, в принципе, я сосиски не особо люблю. Так. И что тут еще? Мы взяли масло. Вот такое вот белак. 4 рубля 55 копеек за 180 грамм. Вафли, ведьба, ратуша. Кстати, очень давно их не видела. Я люблю такие вафлики. 143 грамма 2 рубля 23 копейки. В общем, вот такая вот была сегодня закупка продуктовая. И заходили еще в секонд. Сейчас покажу, что купили там. Купила вот такую вот соль. Мозери соль. Таблетированная универсальная для посудомойки. Конечно, это намного выгоднее покупать вот такую вот соль в больших объемах. Здесь у нас 10 килограмм. Цена была, по-моему, 16 рублей. Чем покупать обычную соль для посудомойки. Многие рекомендовали, писали, что она вот очень хорошо подходит для посудомоечных машин. И, ну, чем больше объем, тем выгоднее ее покупать. Поэтому решила попробовать. Не знаю, надеюсь, все будет хорошо. Надеюсь, посудомойка хорошо примет такую вот соль, потому что это действительно намного выгоднее. Есть даже еще больший объем, и там 25 килограмм. И чем больше объем, тем выгоднее получается покупать. Поэтому будем тестировать вот такую вот соль с Wildberries. Смотрите, в каких она больших таких вот капсулах, гранулах, таблетках. И для сравнения обычная соль. Для посудомойки, я не знаю, может быть, ее придется колоть. Как ее вот просто так вот класть такими большими кусками. Будет ли ее видеть посудомойка, не знаю. Посмотрим. Кстати, доставала весь стул, засыпала этой солью. Надо будет попылесосить сейчас. И заезжала сегодня в Second Modemax. Купила Руслану за 22 рубля 4 вот такие вот маечки. Мне кажется, отличная цена. Заходила на Wildberries, думала там что-нибудь выбрать. Но там майки где-то там 15-20 рублей стоят одна майка. Тем более какого-то ужасного качества, непонятного ноу-нейм бренда. Которая за две стирки или вся перекосится, или покроется катышками. В общем, не знаю. Я люблю Second Modemax, потому что качество вещей там в миллион раз лучше. Кто бы что ни говорил. Ну, конечно, если, может быть, какие-то очень дорогие вещи. Фирмы покупать, ну, у нас там майку за 50 рублей. Надо будет такая же, возможно. А может и нет, как по качеству вещи Second. Но, конечно же, я не хочу давать такие деньги за простые какие-то шмотки. Поэтому я с удовольствием покупала Second. В этот раз купила Руслану вот такие вот три маечки. Ой, четыре даже. Сейчас буду их стирать. Праздники уже закончились. И пора приводить себя в форму, к лету. И возвращаться к домашним тренировкам с FitStars. Я уже не раз вам говорила, что мой выбор для поддержания своей формы и веса – это платформа FitStars, благодаря которой можно заниматься физическими нагрузками в любое удобное для вас время и в удобном месте. Кроме того, физические упражнения помогают бороться с негативными эмоциями и снимают стресс, что особенно актуально сейчас. На платформе собраны тренировки без дополнительного оборудования, занимающие всего от 7 до 30 минут в день. Это выбор из более чем 1490 разных тренировок по 97 направлениям – похудение, растяжка, йога, зарядка и многое другое. Питание не менее важно, чем тренировки, поэтому на FitStars есть целый раздел с рецептами, расчетом калорий и рекомендациями по правильному рациону. А недавно появился раздел на тему здоровья и красоты, ухода за собой, который также входит в подписку. Кроме тренировок для взрослых, здесь также есть тренировки для детей от 3 лет, поэтому можно приобщаться к здоровому образу жизни всей семьей. У меня безлимитная подписка – это самый выгодный вариант и, конечно же, намного дешевле абонемента в спортзал. Тем более, по моему промокоду SHOPPING вы получите безлимит всего за 6990 российских рублей со скидкой в 70%. Также возможна беспроцентная рассрочка долями. Кроме того, все, кто оформит подписку с 1 по 31 января, участвуют в беспроигрышном розыгрыше наборов здорового питания на целый месяц от Level Kitchen и других приятных бонусов. Приглашаю вас начать Новый год с заботы о себе и своем теле вместе со мной. Закон подлости. Муж уже вроде как пошел на поправку. Решили заболеть мой с Русланом. Сегодня утром я Руслану померила температуру перед тем, как его поднимать в садик. В общем, 37,6. Приплыли. Начинается, называется. Ну, конечно же, в садике я его не повела. Сейчас еще муж на больничном, поэтому он с ним был дома целый день. И звонил потом в обед, сказал, что температура поднялась до 39. Но он сбил, поэтому все нормально. И я тоже. У меня вчера немножко побаливала спина. Ну, в принципе, у меня это довольно-таки частая ситуация, потому что, ну, все, кто работает в битюсфере, знают, что спина такое больное место. И, в общем, сегодня... Вчера, да, мне побаливала спина. Муж мне сделал массаж. Обычно мне это помогает, но не в этот раз. Потому что сегодня я проснулась, и казалось, что это у меня, наверное, было какое-то воспаление. Наверное, где-то я продула спину, а не из-за усталости она мне болела. И, в общем, когда воспаление, конечно же, делать массаж нельзя. Это только усугубило. И у меня уже спина сегодня болело не немножко. Ну, ладно. Я выпила таблетку и пошла на работу. В общем, уже иду домой. Посмотрим, как там мои болеющие. Я сегодня в фикс прайс купила вот такие вот батарейки. Какая-то из них должна подойти в наш электронный градусник, что очень сейчас актуально. Вот такой набор стоит 2 рубля 50 копеек. Дальше купила в фиксе вот такой чай Тесс. Он стоил 3 рубля 20 копеек. И вот такой вот луговая ромашка. Он стоил 1 рубль 5 копеек. Дальше белевская пастила. 3 рубля. Ровно. Это все. Фикс прайс. И заходила еще в евро. Оп, тут тоже кое-что купила. Так. Салат невесты 12.99 за килограмм. Круассан миндальный нам с мужем купила по 1 рублю 39 копеек. И Руслану слойку фруктовую рубль 19. Вот такие вот замороженные котлеты домашние. 6 рублей 1 копейка за 500 грамм. Батон. 89 копеек. И сок вот такой вот сочный. 2 рубля 66 копеек. Вы смотрите на это чудо. Улеглись тут. Ждут поесть, пока им дадут. Ждут покушать. Да? Да? Куда? Прячешься? Прячешься? В общем, была у Русланы вчера температура 39,5. Вчера днем была. Потом вечером поднялась. Долго я не сбивалась. Ну как, где-то час она не сбивалась. Потом начала потихоньку падать. Ну и в общем-то уже ночью все было хорошо. Сейчас мы проснулись. И вот 37,7 уже смотрю 38. В общем, начала опять подниматься. Так что вот такие вот дела. Я скоро собираюсь на работу. Муж будет дежурить с Русланом. Смотреть. Вызвала сегодня врача из поликлиники. Придет, посмотрит. Насчет анализов пока не знаю. Посмотрим, что скажет врач. Может быть, закажу тогда анализы, чтобы приехали. Инвитро взяли на дом. Будем смотреть. Ну, скорее всего, грипп, я думаю. Потому что никаких больше симптомов нет. Только температура и все. Как бы ни кашля, ни соплей, ничего нет. И вот муж недавно болел. Ему сказали, что это грипп. Понятно, что на грипп там именно никто не брал анализа. Просто так поставить грипп нельзя. Нужно там какой-то анализ сдавать специальный. Но понятно, что никогда его никому не дают. Я не знаю ни одного человека, кого отправили сдавать анализ именно на грипп. Вот. Но ему в поликлинике, когда он становился... Ну, на больничный шел, ему сказали, что это грипп. Вот. И, скорее всего, у Руслана то же самое. Вот у кого самая беззаботная жизнь, здоровый сон. На всю кровать развалился. Да. Чудо. Сегодня у нас была закупка в магазине грошек. И показываю вам, что мы купили. Вот такой вот гороховый суп от Litcon. Один рубль тридцать девять копеек стоит. Дальше. Сухарики флинт девяносто девять копеек. Альпийская колбаса. Вот такая вот от Петруха. Шесть рублей восемьдесят девять копеек за триста грамм. Черноморские вафли. Где они у нас? Вот. Это мои любимые. Семьдесят девять копеек. Сет суши. Вот. Такой вот. Восемь рублей пятьдесят девять копеек за триста грамм. Форшмак муж себе вот такой взял. Двести пятьдесят грамм. Два рубля пятнадцать копеек. Сметана. Минская марка. Двадцать пять процентов. Два рубля семьдесят пять копеек. Салат Цезарь. Вот такой готовый. Пять рублей пятьдесят девять копеек. Дальше. Яйца куриные. Вот они. Не могу найти. Так. Три рубля девять копеек. Сыр камамбер. Вот такой вот с плесенью. Шесть рублей двадцать девять копеек. Имбирь к суши. Пятьдесят шесть копеек. Вот такая вот маленькая баночка. Тридцать грамм. Творог. Пятипроцентный. Минская марка. Один рубль сорок пять копеек. За сто восемьдесят грамм. Мандарины вот такие вот большие. По четыре рубля тридцать девять копеек. За килограмм. Прокладки Натурелла стоят. Три рубля сорок девять копеек. Молоко. Три два процента. Рубль семьдесят пять копеек. Фарш. Минский свиной. Шесть рублей. Так. Это у меня за семьсот грамм. За килограмм девять рублей сорок девять копеек. Голени за килограмм шесть рублей двадцать девять копеек. И вот такие вот колбаски. Шесть рублей семьдесят пять копеек. За шестьсот грамм. Дальше, дальше, дальше. Минтай сушеный муж тоже себе взял. Сорок грамм. Один рубль девяносто девять копеек. Каждая упаковка. Кетчуп Хайнс. Два рубля восемьдесят девять копеек. За триста двадцать грамм. Йогурт ласковое лето. Себе для мюсли взяла. Три рубля пятнадцать копеек. Вот такой вот. И зубная паста Аквафреш. Это муж себе берет. Два рубля семьдесят девять копеек. Ему мои Элмикс почему-то не нравятся. Поэтому покупать себе другие пасты. В общем, вот такая вот у нас сегодня закупочка. Вот такая закупочка у нас сегодня. Кто тут пришел? Кстати, в Грошике выбирали суши. И там была... Вот были такие вот маленькие упаковочки. И была еще большая упаковка суши. Мы ее хотели сначала взять. Но, в общем, внутри упаковки я там видела черный и волос. Капец. Это очень было неприятно. Да. Когда покупаешь какую-то готовую продукцию, то всегда на что-то такое можно нарваться.